Так получилось, братья и сёстры, что вот эти годы... В 92-м Бог меня спас, я думаю, что я свидетельствовал у вас. В 99-м году Бог призвал на служение. Думаю, что с 2001-го, ну, в крайнем случае, с 2002-го года я занимаюсь только служением. Вот такой поющий проповедник, боялся, что не смогу эту песню спеть, но благодарю Бога за всё, что он даёт. Какие-то возможности, силы, способности, это вообще не человек всё это делает. Ну вот, я... Хорошая аппаратура. Да, это аппаратура, конечно. Это слава Богу за аппаратуру, за братиков, которые там всё умеют крутить. Как это, молодцы. Вот, я хочу сказать, что я сегодня... Вот, когда путешествуешь, много где приходится быть, правда. Я благодарю, кстати, Бога за белорусский паспорт. Знаете, почему? Почему? С белорусским паспортом я в России, на Украине, я в Грузии и в Осетии. Знаете, и везде как-то Бог даёт и там, и там пройти, проехать, увидеть и послужить. Я благодарю Бога за всё, что где я успел посетить. Я был в таких местах, которые я никогда не ожидал быть. Но что я сегодня вижу? Братья и сёстры, я думаю, что, конечно, у вас особенная церковь. У вас таких проблем, наверное, совсем нет. Но весь мир стонет от недостатка силы Божьей. Весь мир стонет от того, что сегодня далеко нет тех пророков, которые были и о которых говорили. А сегодня нету такого. А вот те болезни, которые раньше исцелялись под одной молитвой... Знаете, мне рассказали про вашу церковь интересную вещь. Хотите? Но это может быть, когда ещё вот та молодёжь даже, может, не родилась, а может, родилась. Значит, у Сергея Владимировича был папа. Владимир Азируга. Правда? Кто помнит? Я его не помню. Мне просто про него рассказали. Вот один из братиков, кстати говоря, вот он член вашей церкви когда-то был. Сейчас он большой, ну, служитель. Вот. И он сказал, Саша... Я помню, говорит, как Владимир Азируга увидел служение Бенихина. И увидели, посмотрели, говорит, на кассетах ещё, как там Бенихин, что делает. И тогда он сказал, это Бенихин, да это наше служение в среду. А в воскресенье у нас ещё лучше и больше. Что вы тут меня удивить решили? Понимаете? Это у нас, говорит, служение в среду на карьерное такое обычно. Знаете, а сегодня другие ситуации совершенно. И я, ну, правда, я потом расскажу, кто это. Я потихонечку пастору его сдам, этого. Ну, это интересно мне было. Думаю, как же там было? Как же это всё Бог? А сколько приедешь? Сколько воспоминаний на Западной Украине? Я хочу сказать, а потом я сталкиваюсь с тем, что меня пригласили в 2002 году на Западную Украину. Так, сейчас помню, такая Катерина в Катюрьма. Я же из бывших, несмотря на мои галстук и очки, я, ну, как бы, не очень хороший человек с детства. Вот. У меня много чего было плохого. И Бог помиловал меня, слава Господу, после всех этих дел, после лишения свободы. Но, знаете, какая история? Я просто начинал с того, что я свидетельствовал тем, ну, которые такие, как я был. И он меня пригласили в эту Катериновку. Я уже тогда пел песни, Бог дал эти песни. И потом мы приехали в Ровенскую область, там же и там Сарнинский район. Вообще в Сарни мы приехали на собрание. После собрания пьем чай мы с братом, с одним дьяконом церкви. Он говорит, Саша, у меня тяжелое вообще служение, если тебе рассказать. Вот братья меня снарядили посещать верующих людей на смертном адресе. Ты знаешь, у нас старая церковь. У нас есть люди, которые 60 лет и даже больше, члены церкви. Я посещаю людей не тогда, когда на собрании они все радуются, и друг перед другом как-то могут улыбаться и делать вид всего, что аллилуйя все. А вот когда у них смотрит смерть в глаза, я приезжаю в больницу, в реанимацию, где-то домой, когда последние дни. И вот у меня такое служение. Знаешь, говорит, я сейчас постараюсь не прибавить ни одного слова. Говорит, знаешь, Саша, я с ужасом увидел, что большинство людей, верующих, писятников, членов нашей церкви, которые долгие годы, члены церкви, большинство из них, кого я посещаю, они боятся смерти. Они, ну, зовут меня исповедовать, они что-то хотят найти, то есть что-то из своего сердца достать, что-то мешает им быть спокойными, быть радостными при этом переходе. Они не уверены в своих отношениях с Богом, многие боятся предстать перед Христом. Иногда такое, говорит, неосознанное, как будто не знают, почему это с ними такое. Есть люди, которые с радостью, есть люди, в которых видно, они улыбаются, светятся, но их не большинство. Я всегда все, что я воспринимаю, я примеряю к себе. Я говорю, слушай, а как это так, а почему? Вот я помню, как я радовался, как я покаялся, как Бог меня коснулся, как Бог мне сказал, что я твой отец. Когда вдруг, вы знаете, упало всякое бремя, упал всякий страх перед жизнью, перед завтрашним днем, упал всякий страх. Как можно вот эти сохранять, эти заботы? Я так помню, один в одно мгновение пережил. Как можно переживать за завтрашний день, когда у тебя Бог-отец? Как это может быть? А потом, знаете, я сам это пережил, как это чувство куда-то бывает девается. И я пережил, почему оно девается в моей жизни. Когда в 99-м году, я уже был верующий 7 лет, и Бог меня вернул с тех дорог, я не думал, что они греховные. Я думаю, да что тут такого? Надо чего-то в жизни добиться. Надо кем-то стать, между прочим, тому способствовали некоторые проповеди, которые я услышал. Ну, голоса бедного никто не слушает. Ну что, какая слава Божия в твоей жизни? Вот добейся чего-то с Божьей помощью. Чтобы у тебя была хорошая семья, хорошие финансы, приобрети моральные или финансовые, какой-то капитал. Кем-то стань ты на этой земле. Как говорят, главою они хвостом. А потом будешь проповедовать. А потом есть от чего оттолкнуться, чем хвалиться там, да? Я вот пошел по этой дороге. Вы знаете что? Я потерял это присутствие. Я вдруг обнаружил, что как будто вот только что Бог был рядом. И молитвы отвечали, и слышал, и сны, и водительство, и все. И вдруг раз, а ему нету. И как будто опять где-то Бог далеко. Опять надо к нему кричать. Опять не знаешь, что от него ожидать. Опять забота и страх за завтрашний день. И опять как будто земным стал человеком. А я в завете с ним, а я на языках не разучился говорить. Так и говорю на языках. А чего-то нету. Я не сразу это понимал. Пока в 99-м году Бог мне не поставил перед зеркалом. Вообще способствовал очень, не знаю, наверное, рассказывал, что способствовал тому, что я в этой Москве. У меня были друзья, они были из преступного мира. Это были мои одноклассники где-то, знакомые, прошлые. И вот они, один из них, я с ним говорил по телефону. Я хотел тоже какие-то дела там, да, у них финансы. Они говорят, мы тебе поможем. Я даже думаю, о, Господь, мне даже блатных бандитов на помощь ко мне присылает. Вот такое у меня было. Вы знаете, он говорит, позвони мне через час, я сейчас еду по делам. Я говорю, давай заедь ко мне. Я тоже сяду с тобой в машину, по дороге сэкономим время. Он говорит, нет, я один поеду. Я звоню через час, а он уже мертвый. А уже машину расстреляли. А все, кто в машине, там у него, он и телохранитель погибли. И я мог быть в этой машине. Знаете, очень отрезвляюще вообще сразу. Что ты сам просился в эту машину, а ее изрешетили из двух автоматов. И я так понял, что парень пошел в ад. Я сразу убедил свое бессильное христианство, что даже за полчаса, через полчаса после разговора со мной он погиб, за полчаса до смерти его, у меня даже не было какого-то там побуждения ему о Христе сказать, что у меня как-то забота о его душе. Да не было. У меня какие-то свои мысли, свои какие-то от него что-то я хотел получить или приобрести. Я просто с ужасом увидел, что с моим христианством какое-то не такое. Я приехал домой, приехал из Москвы, я приехал в свою Белоруссию обратно. Я закрылся в своей комнате в молитвенной. У меня была спальня маленькая. Я закрылся там в квартире родителей. Я плакал перед Богом, я не понимал, что происходит. Я вдруг осознал, на каком-то не том пути, и Бог мне открыл Луки, 17 глава, 33 стих. Может, высветит? Посмотрите, интересный стих. Луки, 17, 33. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Вы знаете, есть там потеряет, иногда не совсем понятно. А что такое губить свою душу ради Христа и Евангелия? Я обнаружил, что я 7 лет вроде верующий, а я не знаю, что это такое. Что это такое? Как это губить свою душу? И тогда вот обретет. Кто будет сберегать, тот ее погубит. А вот надо научиться губить. Тот оживит ее. Я помню, Бог меня подвел к зеркалу и заставил вот на основании этого местописания сказать прямо о самом себе. Я стоял, глядел себе в глаза, и Дух Святой говорит, вот скажи. Я смотрю себе в глаза и говорю, я теряю свою жизнь ради Христа и Евангелия. А сердце говорит, врешь ты все. Да врешь ты. Ты не теряешь, не хочешь. И даже в мыслях у тебя этого нет. Ты со Христом, с Евангелием, с Его именем хочешь что-то построить себе счастливое, какое-то будущее положительное. У тебя есть какие-то намерения хорошие. Ты себе желаешь блага-блага-блага какого-то. А чтобы тратить, растратить и потерять? Ого! Не дай Бог! Да минует меня чаша сияет. Понимаете, я обнаружил, что я не знаю, что это такое. И вот тогда, когда я с ним, с этим дьяконом разговаривал, мы просто пришли к убеждению, что откуда же человек знает, что ему грехи покрыты? Ему Дух Святой свидетельствует, правда? Должен Дух Святой свидетельствует. Потому что этот дьякон говорит, я этим людям, лежащим на смертном андре, находящихся в ужасе, вот, знаете, в предвкушении будущей смерти, перехода, они в ужасе, у них нет покоя. Я им читаю Иоанна 3,16. Иоанна 5,24. Они, говорят, тысячу раз это слышали, и они не верят. Вы знаете, если Дух Святой не даст силы вот этому слову, Буква что делает? Не, она не оживит. Без Бога не оживит. Бесполезно, бесполезно, если Бог не делает, если Бог не говорит, если Он не свидетельствует. Я понял, что я не знаю христианства. Я не знаю, я со Христом собрался быть счастливым. Знаете, сейчас говорят, будешь со Христом счастливым, приди ко Христу, не будет проблем, приди то, иди. И вы знаете, я потом как-то все осознал, что... Давно я слышал одну проповедь, и там так проповедник сказал. Знаешь, чем отличается христианин от язычника? Язычник, он говорит, Господи, помоги мне в моих делах. Плохая молитва. Господи, помоги мне в моих делах. Это язычник. А христианин говорит, Господи, что я должен делать? Скажи, вот в этих всех обстоятельствах, невзирая на обстоятельства, потому что мы уже умерли, и жизнь наша сокрыта со Христом в Боге, и мне не важно, что у меня впереди ждет, Господи, что я-то должен сделать для Тебя, Божия? И вот это христианин. И я понял, что у меня такого взгляда на жизнь, при всем, что я Библию читаю 7 лет, нет. Нету. Я вам предложу немножко поразмышлять те вещи, которые Бог просто показал. Ну, в Евангелии, чтобы мы могли увидеть это целиком. Скажите, вот Бог возлюбил мир и отдал Сына Своего Единородного. В какое время Он возлюбил и отдал? Прежде, правда? Прежде создания мира. Но разве это не шокирует, что Он-то предназначен был идти на крест платить за грехи грешников, когда ни грешника ни одного не было, и греха еще не было совершено? А Он уже предназначен. Это значит, у Бога что-то... Он что, все заранее знал? Он знал, Он ставит это дерево с плодом познания добра и зла. Говорит, не прикасайся, смерть и умрешь. Что Он знает ведь, что вкусит? Вкусит, предостерегает. Знает, что вкусит. Мало того, ставит специально это дерево. Мог Он там его не ставить? Конечно, мог. Он же творец. Он сам предусмотрел все условия. Братья и сестры, мы живем в мире, который создал Бог. Как именно этот мир создан так, как Бог хотел. И однажды Он сказал весьма хорошо, правда? И Он сказал весьма хорошо не на тот момент. Он знает, Он на все сказал весьма хорошо. Он знает, что будет, зачем будет. И впереди, и на будущее. Ибо Он есть альфа, и омега, и начало, и конец. Слава Богу! Слава Богу! Я понял, что у Бога есть какая-то разумная цель. Надо уразуметь цель. Надо увидеть все, вот перед началом мира, вот такое начало, вот такое движение. Вот мы живем где-то там в каком-то отрезке. А что же Бог хочет получить в конце? Какой был у Бога план прежде сотворения мира-то? Почему? Что Он хотел? Я задумался, что такое плод познания добра и зла, братья и сестры. Бог мне ответил. Знаете, что это такое? Пример маленький приведу. Приходит ко мне женщина. Обычно говорю этот пример. Приходит ко мне сестра нашей церкви и говорит, брат Александр, почему это со мной произошло? Я верующая, вышла замуж за верующего. Нас венчали в церкви. За нас пастор молился. Мы сохранили чистоту добра, как нас предупреждали. Все вроде правильно. Почему этот человек через два года куда-то уехал на заработки и, знаешь, изменил мне, бросил меня с ребенком, забрал наши деньги, побил меня, а сейчас с разбитым сердцем нахожусь. Почему это со мной произошло? Сегодня, к сожалению, есть такие истории. И немало. Я говорю, сестреночка, а Бог с тобой разговаривает. Почему ты спросил? Братья и сестры, Бог разговаривает с нами. На один, на один спрашиваю некоторых людей, сразу тушуются. Даже мы не знаем. Говорят, как? А как слышать Духа Святого? А как же его слышать? Семинары проходят. Семинары там. И вот один проповедник. Вот завтра я вас всех научу слышать Духа Святого. Такое бывают, такие самоуверенные люди. Я читаю в Библии, знаете что? Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Самый великий пророк, он сам не знает, откуда оно приходит и куда оно уходит. И как же, если он сам не знает, как он меня научит? Вообще задумались, нет? Но так бывает со всяким рожденным. Вы знаете, со всяким рожденным. Если Бог не говорит, это уже вопрос. Как он с тобой говорит? Наверняка не так, как со мной. Как-то вот индивидуально. Я думаю, что Бог любит общаться напрямую с каждым человеком. Вот поэтому он не хочет, чтобы никаких было посредников. Вот почему он хочет сам водить человека Духом Святым. Дух дышит, где хочет. Сестренка, а с тобой Бог говорит, что ты спрашиваешь? Я говорю, а что замуж вышла? Влюбилась. Я говорю, чудненько. А ты спросил его, своего небесного отца, что он думает о твоем выборе? Она постояла, смотрит на меня. Наверное, нет. Я говорю, ты вкушаешь плод, то есть результат твоего выбора между добром и злом. Это ты выбрала себе его, правда? Мы страдаем в основном от своих выборов в жизни. Мы выбираем и разочаровываемся. Это мы считаем, что это добро. А вот мы считаем, что это зло. И в конце концов, часто даже бывает наоборот. Один брат приехал с Донбасса в Карпиловку, Ровенской области. И он говорит, Саша, там церкви выросли. Люди, которые не убежали, пережили, церкви растут. И он с кафедрой, знаете, что сказал? Мы думали, что это гонение, что это горе, а это пробуждение, только очень больно. Вот так сказал брат, который там живет, который там служит. Мы думаем, говорит, что это плохо, а это, между прочим, хорошо, хотя больно. Интересно все, что происходит. Иногда кажется это... И вот человек выбирает себе, дьявол человека подставил. Будете как боги, знающие добро и зло. Да, Бог сказал, вот Адам стал как один из нас. Где человек стал как бог? Кому он стал богом? Самому себе, правда. Сам себе выбирает без совета с Богом. Сегодня весь мир без водительства Божьего все время хочет себе лучше. Что-то делает, предпринимает, чтобы добиться чего-то лучшего. А вы знаете, это поговорка неизменная. Хотел как лучше, получилось. Вот как всегда. Вот это и есть суть плода познания добра и зла. Безбожной жизни, когда ограниченный человек взял на себя функции Бога и руководит своей жизнью, а потом разбивается, разбивается, разочаровывается. А Христос пришел на землю показать путь возврата в Эдемский сад и отказа от этого плода горького и несчастного, плода познания. Он говорит, а я ничего не делаю без воли Отца Творящего. А что Отец не показывает, то я делаю. А не моя воля, а твоя да будет. А кто хочет уйти за мной и быть на небе, отвергнись кого? Себя. Вот планов своих, понимания о счастье, понимания даже о справедливости твоей. Все, что вот мое я составляет, все, чем наполнена даже мудрость, века сего. Вот говорит, отвергнись это совсем. И Бог помогает нам отвергаться. Потому что, если мы не примем Его господство в своей жизни, многие христиане, они не понимают, к кому это относится. Познавши Бога, не прославили Его как Бога. Посему и предал Бог их превратному уму. Это сказано разве об атеистах? Или о язычниках, может? Познавшим. Они же познавши, правда? Познали Бога, но не прославили. Не дали Ему возможность господствовать в твоей жизни. Димас ушел, возлюбив нынешний век. Как горько говорит Павел, многие ищут чего? Своего, а не того, что угодно. А вот это спасение, оно как раз заключается в отвержении себя. Потому что Христос пришел показать пример. Он аталон, Он стандарт. Это та сущность, вернее, та суть, та истина. Те люди, тот образ, который Бог хочет иметь в конце. И Он вас погружает в церковь. Он приобретает или приглашает нас ко Христу. У Него есть цель. Часто люди эту цель не разделяют. У Бога есть цель. Для чего Он спасает? Вот дает это крещение, дает залог Духа Святого. Для чего? У Него есть цель преобразовать непослушного, самодеятельного, самостоятельного, очень, знаете, вот испорченного таким образом человека, преобразовать его в послушный образ Сына Божьего. Слава Богу. Правда? Вот для этого. И поэтому в жизни есть скорби и трудности. Они должны быть. И первые евангелисты, они проповедовали, может быть, другое Евангелие, не похожее на наше. Они говорили так, многими скорбями. Помните? Только что люди покаялись. И тут вот огорошили их апостолы. И увещевали, что многими скорбями надлежит войти в Царство Божие. А почему скорбями-то? Чего хорошего в скорбях-то? Благодаря скорби мы можем иметь выбор. Назовите любую скорбь, абсолютно любую. Что скорбит? Дух или плоть? Голод, гонение, тюрьма, боль, даже болезнь. Что скорбит? Плодь скорбит. Она любит скорбить? Конечно, не любит. Она всегда предлагает свой какой-то выбор. Она скорбит от чего хочешь. Она боится чего хочешь. Она боится, это плоть, чтобы ее только, не дай Бог, укололи. Не дай Бог, что-то задели. И вы знаете, Дух желает как раз противного плоти. И когда есть трудность, вот тут есть прецедент. Вот тут есть возможность поступить по плоти, как угодно плоти, как лучше плоти, или поступить все-таки по Духу. Поступить, как говорит Слово Божие или как говорит Дух Святой, это есть только тогда, когда есть прецедент, когда есть трудность. Ты только пришел в церковь, что обычно говорят? Если ты пришел из мира, если у тебя куча неверующих друзей, что они говорят? Куда ты пошел в секту какую-то? Мы тебя уважали. А ты сейчас отвергнул веру отцов. И так далее, и так далее. У тебя есть выбор, уже сразу выбор. Пострадать, потому что плевать будут вслед. Будут грузить пальцами у виска. Потеряешь друзей. Потеряешь, может быть, что-то еще с этими друзьями. Есть выбор. Или остаться в уважении у этих друзей. Или остаться со Христом. У тебя всегда выбор. И вот так дальше, и дальше, и дальше. И во всех сферах жизни начинает проникать крест. И когда Иисус сказал, возьми свой крест, следуй за мной. Куда Иисус пошел с крестом? А куда тогда нам идти следом за Ним? На Голгоф. И знаете, что такое крест? Он должен достигнуть с самого конца. То есть, когда даже на карту поставится инстинкт самосохранения. И, может быть, самое-самое дорогое в жизни. Может, даже жизнь детей. Надо будет поставить на карту, чтобы остаться верным Богу. Вы думаете, это легко нести этот крест? Кто первый взял и понес этот крест? Иисус Христос. Легко ему было в Гессиманском саду. Он говорит, страшусь, да минует меня чаша сия. Этот крест его страшил. Эти страдания не были ему приятны. Правда? И он настолько переживал, настолько это было ему тяжело, что, говорит, капли пота были, как капли крови. Вот она борьба какая была. Но все же он сказал, не моя воля, а твоя да будет. А что произошло в результате? Он был послушен даже до смерти крестной, посему и превознес Бог имя Его, дабы пред именем Иисуса Христа преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних. Крест, которого Иисус страшился, принес Его земному имени вечную славу. А он ведь страшился этого креста. А на подвиг души своей сейчас он смотрит с довольством. Иногда нам страшно идти путем Христа, идти вот тем путем тернистым страшновато. Но, знаете, когда мы пройдем и будем на небе, посмотрим на свою жизнь и скажем, как прекрасно, что мы потерпели. Как, слава Богу, что мы прошли. И даже не добились чего-то, не уклонились от какого-то страдания, потому что за страдание, оказывается, Бог дал мне награду. Кратковременное страдание производит в безмерном преизбытке вечную славу. Я был в одной церкви недавно, и там приехали миссионеры. Они где-то были там в арабских странах, они как начали рассказывать. И вся церковь в ужасе. Там христианам глаза вырезают, там их на части режут, там их жгут, там женщин насилуют, там девочек, там то, там все, там голову. И вот так, и вот целый час, и все вот так вот сидят. Я думаю, ну да, пережил. Не знаю, как там меня... Ну, в общем-то, меня били в жизни. Нормально. В реанимациях лежал. Неплохо так. Ну, как чуть-чуть понимаю, что это такое. Некоторые ребята говорят, ничего, Саша, я пойду в ад. Если нужно, ничего. Я обычно говорю, парень, тебя еще нормально не били даже вообще. Если тебе нормально побить часа полтора, то ты вообще поймешь, что страдание – это нехорошо. Что не только слез не будет, не будет чем плеваться и кашлять. Все повыклющаешь, все свои внутренности. Вот тогда переживешь, что такое не то, что а. Такая маленькая капелька страданий. Страдание – это плохо, конечно. И вот я просто вышел и говорю, знаете, правда, не завидуем мы людям, которые страдают, правда? Или завидуем? На земле-то не завидуем, как услышим, что происходит. Там пострадали, там погибли, там еще чего-то. И мы молимся, Господи, слава Богу, что у нас нету чего-то подобного. А на небесах награда у кого будет больше? У кого будет награда на небесах больше? Конечно, у учеников. У тех, которые эти пережили. Знаете, я вам открою тайну, на небе мы будем им завидовать. Да-да-да. Один брат сказал, он был на небесах, он вернулся, это в Баранович, очень интересный братик такой. И вот Бог много открывал. Он сказал, знаете, есть такое удивление, мы на небе будем жалеть, что мало служили Богу на земле. Жалеть. Что-то не будет уже невозможно поменять. Прошла это уже жизнь. Все. Слава Богу, что на небо попал. Но есть награды, и звезда от звезды разнится в славе. Что это за награды? Ну, может быть, тайна. Но почему-то Бог знает, как награждать, правда? Бог знает, как радовать. Бог знает, как делать счастливыми. Бог знает, что это за награда. Если Он обещает, то это очень серьезная награда. Выше нашего разумения. Но она будет очень приятная. И Бог вот так сказал. Знаете, что кратковременное страдание производит в безмерном преизбытке вечную славу. Почему? Чем человек, попадая в какие-то скорби и трудности, он допускает этот крест, пройти до конца и сказать, чтобы мог сказать человек, не моя воля твоя добудет. И у него тогда максимальное послушание Богу получается. Вопреки всему, он позволил Богу быть Господом до самого конца моей жизни. Кому Бог дает власть, Библия говорит, кто соблюдает слово мое и дело мое до конца, тому дам власть над язычниками, как рассуды глиняны не сокрушатся, как я получил власть от Отца. Вот о чем говорит Христос в Откровении. До конца. До конца. Сегодня церковь, может быть, не имеет этой силы. Во-первых, забыла про Откровение, что жизнь Христоса, смерть, приобретение. Мы не понимаем, что это такое за слова Павла. Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучшее. Ой-ой-ой. А что такое это страдание, которое приносит вечную славу? Эти вещи, они не живут в нас. Мы находимся в таком, к сожалению, наверное, маленьком возрасте, несмотря на седины наши. Мы в духовном возрасте находимся на очень маленьком уровне, которым еще Бог будет нас вести, чтобы, правда, мы вошли в полный возраст Иисуса Христа и могли допустить, чтобы крест сделал полную работу спасения над нашим сердцем, над нашей непослушной плотью, и она была окончательно сораспята со Христом. К сожалению, сегодня еще это есть время, и я понимаю, что это трудно. Без Бога мы это не сможем. Необходима благодать, необходима сила Духа Святого. Знаете, интересный момент? Когда в 99-м году моя жизнь поменялась, когда я просто спалил все свои проекты, закрыл все, к чему я стремился, на самом деле для меня это была большая жертва. Я всю жизнь мечтал об этих вещах. Я мечтал, чтобы мои песни пели звезды, они пели. Я мечтал, чтобы мне как-то кем-то я стал, чего-то добился. И вот этого всего, когда уже контракты, когда уже все на прямом пути. И тут Бог говорит, стоп! Это было очень больно. И слава Богу, Бог дал силы все это спалить, сжечь, начать с нуля. Вообще с совершенного нуля. Я даже не думал, что я буду петь. Я спалил и сказал, я похоронил это, больше не надо. Если эти песни, способности, таланты ведут только к гордости, только к поиску своего, да не буду вообще этим заниматься. Буду сантехником, у меня второй разряд есть. Буду дворником, в конце концов. Да не важно кем, строителем. Я не знал, что я буду проповедовать, братья и сестры. Просто Бог дал мне бремя, и решил свидетельствовать своим друзьям. Ну, что мог делать? Каждый день посещать кого-то из неверующих. Это то, что Бог положил. Потом в хоре пел, потом в тюрьме вел служение, потом в деревне, потом в домашнюю группу, потом пять домашних групп. И вот так потихонечку-потихонечку выразилось то, что сейчас есть. Слава Господу. Так вот смотрите. И вот в этот момент, друг, и мои родители покаялись неверующие. И старший брат, и те люди, с кем я общался, когда за полгода в церковь через меня пришло восемь человек, и не просто они покаялись, они изменились, их жизнь поменялась, они приняли крещение, они стали христианами. Я вдруг понял, у меня есть знак, знамение, что я начал пребывать на лозе. Как узнать, во Христе-то или нет? Конечно. Кто пребудет во мне, и я в нем, тот приносит. А если десять лет, и нету ни одного покаявшего через тебя, и никакого движения Духа Святого, и ни в дарах не возрастаем, а какими были, а тем и остаемся. Мне, моя мама, я в той Евангелии проповедую первый год, второй, пятый, и вдруг какая-то ситуация, и вылазит из меня моя натура, я повышаю голос, мамой ругаюсь, и мама, знаете, как из двенадцатого калибра в мое сердце, какой был ты зэк, такой и остался. И у меня все упало. И думаю, вот это мое христианство, вот это все, вот оно всем сказано. И мама видит, и люди видят, и грош цена этому всему. И уже пять лет или четыре года верующий, оказывается, сердце такое же! Это горе, значит, не пребываешь, не идешь по этому пути. А когда просто направился, правильно выбрал, вот начал, ничего еще особо не сделал, а Бог уже спасает, уже семью спасает, уже его действие проявляется. Хотя говоришь этим людям те же самые слова, которые когда-то говорил. Но теперь за этими словами стоит кто-то, у которого есть сила этим словом ранить и врачевать сердца и рождать свыше. И я понял, есть в моей жизни сбылось, что такое искать прежде Царство Божие, правда его, а остальное приложится. Вот Бог приводит в церковь человека, Бог привел меня опять с этой Москвы. Я тоже там ходил в церковь, просто не знал, зачем эта церковь. А когда я пришел, и я увидел, что Бог дает мне служить, найти свое призвание, вообще состояться духовно, как духовный человек, сделать что-то для Бога. А ведь у Бога есть какой-то тоже план про мою жизнь. Далеко не всегда, я не понимал, может, до сих пор есть люди, не понимают. Наше спасение, обратите внимание, наше преображение, если есть это преображение, если правда я на лозе, то тогда будут расти плоды, тогда действительно я с течением времени буду преображаться в послужный образ Сына Божьего, и у меня будут проявляться Его качества, и может быть и сила Его будет больше проявляться. Но если я не пребываю на лозе, то есть не иду Его путем, не исполняю Его волю, не будет изменений. А тогда есть ли у меня спасение? Очень большой вопрос, потому что Бог в конце имеет какое-то намерение. Бог желает, чтобы все люди спаслись, правда, и пришли к познанию истины. Скажите, Бог желает, чтобы все спаслись. Все спасутся? А? Вот оно малое. А Бог бы хотел всех. Так значит, желание всемогущего Бога для спасения не главное, а? Братья и сестры, желание всемогущего Бога для спасения мира – это не самый главный аргумент. У человека есть воля, у тебя и меня есть воля. Как часто я в своей жизни видел, знаете, не хочешь обращать внимания, на самом деле не слушаешь слова, которое говорит «вникай в себя и в учения, занимайся с ним как? Постоянно. Исследуй себя, в вере ли ты, на лозе ли ты, заботься об этом духовном состоянии». А у нас бывают годы, и продолжают мелкие грешки господствовать, и продолжается эта бесплодная жизнь. А мы все время думаем так – Бог как-нибудь меня спасет. Как-нибудь, вот из огня. Я уверен, что это вообще не об этом. Я знаю, что если Бог предназначил Христа прежде состворения мира, какая же у Него цель? Если у Божьей желание спасти всех не сбывается, и наоборот, меньшинство спасается, значит, есть огромное участие моей души, моего выбора спасения. Когда я каюсь даже, я преклоняюсь пред Божьей волей, иначе... Знаете, что человек не может даже покаяться, когда он захочет? Дети верующих родителей не понимают этого. Невозможно покаяться, когда ты захочешь. Он назначает день. Это он протягивает руку. Невозможно пройти ко Христу, если он не привлечет. Нет. Потому что наше покаяние обязательно должно включать в себя преклонение пред Божьей волей и молитва покаяния в тот день, когда он захотел. А я преклонился и согласился! А не тогда, когда я сам себе сусам. Через 20 минут или через 20 дней эта молитва не будет иметь никакой силы. Потому что Бог говорит, ныне день спасения. Ныне не ожесточите сердец ваших. Наше спасение неразрывно связано с исполнением воли Божьей. Ибо написано, написано, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет. Царство Небесное, исполняющий волю Отца Небесного. Знаете, что исполнение воли Божьей неразрывно связано с исполнением моего призвания в теле Христова. С исполнением той функции, которую Бог предназначил мне от сотворения мира. Что я должен сделать для Христа? Какая моя функция в теле Иисуса? Правда ли я радею, переживаю за свою душу, ищу, Господи, а что я должен сделать для Тебя? Какие подвиги, маленькие или большие, служение маленькое, большое, я должен для Тебя совершить? Это не так легко, знаете, начать служить Богу. Потому что Библия говорит, что благодарю Господу, давшего мне силу, что Он признал меня верным, определив на служение. Еще надо будет пройти какой-то путь, где будет возможность быть неверным, уклониться в сторону своих целей. И, знаете, Сатана покажет эти цели, и возможности покажет. Я помню, как нашими братьями из тюрем, которые выходят, вот его голодом, вот у него безденежием, вот у него какие-то болезни, Сатана его пытается, знаете, сдвинуть с Божьего пути, а он держится за Христа. Знаете, что? Как будто бесы говорят, а давайте его лучше испытаем хорошей работой, тысячи две долларов, хорошей квартирой, домом, женой, красавицей, которая знает, куда побольше денег потратить. Давайте вот этим. И вы знаете, смотришь, и не видно, и не слышно, и не в служении, и десяток лет прошел, он еще хуже, чем был, бывает. Вот такая вот история, к сожалению. Я благодарю Бога, что Он потихонечку начал мне открывать это. Я очень хочу дойти до конца понимания. Я хочу с вами сейчас молиться вот о чем, что Бог правда дал нам Духа при мудрости откровения, и правда показал нам Евангелие от начала и до конца. Вот этот замысел Божий, ибо Бог в конце нечто хочет получить. Что Он хочет получить? Добровольно, из любви, совершенно послушные сосуды, которых Он будет наполнять, использовать в вечности. И я должен быть таким. И Бог дал мне пример Иисуса Христа, Его хождение, Его принципы жизни, Его принципы поведения. Это воплощенное Слово Божие на землю. И смотря на Его, как Он себя вел, к чему Он стремился, что Он хотел достигнуть, Его царем хотели сделать. Плохо быть царем? Сейчас пришли бы так вот. Знаете, все решили, вот буквально, весь Майдан решил сейчас сделать царем, вот тебя, президентом, вместо Петра Порошенко. Ну, ты бы сказал, да нет, не хочу я быть этим президентом. А? Вы знаете, особенно молодого и чисто любивого хлопца нашли бы, ой, да, я сейчас тут наделаю чего-нибудь хорошего или плохого. Да-да, но Иисус сказал, это не мое дело. Есть вещи, которые гораздо важнее, чем быть царем, чем достигать чего-то в мире. Это исполнить Его волю на земле. Он хочет нечто особенное для тебя и меня. Вот это познать и исполнить и есть спасение, и преображение в образ Иисуса Христа и возрастание в Его образ. Вот я хотел бы, чтобы Бог нам помог, чтобы Он показал. Знаете, что мешает человеку очень часто исполнить волю Божьего. Знаете, что? Страх. Почему не случайно написано «учись боязливых в озере огня». Знаете, страх. Страх, что будущее не очень счастливое будет. Страх, что денег не хватит. Они говорят, я не могу жертвовать десятую даже часть. Почему? Я знаю точно, что мне денег не хватит. А ты пробовал испытать Бога. Господи, тебе угодно. Если угодно, вот я месяц хотя бы или два попробую, пожертвую, если мне действительно денег не хватит больше, я получу, Господи, от тебя знак, что мне можно не жертвовать эту десятую часть. А ты пробовал доверить Богу, пробовал увидеть, как Он, вопреки тебе, твоему пониманию, может восполнять твои нужды. Ты хоть попробовал этого живого Бога? Люди из страха многие вещи не делают. Уходят в сослужение, уезжают в другие страны, пишут, ой, я хочу бежать. Это что, из смелости или что? А учись бы из львых в озере Огненном. Я бы очень не хотел никогда принимать решение из страха. Вот очень бы хотел. Знаете, я в конце маленький пример, он жесткий очень. Я не знаю, как решить эту проблему. Я бы вам просто на суд. Вот вы, я были в Дагестане, и там один брат говорит, вот тут брат в Буденовске, он приехал, тут служил два месяца, с семьей приехал, решил церковь открывать, вот он вел там какие-то библейские уроки, он проповедовал Евангелие, как он мог. И приехали к нему домой радикальные исламисты, и сказали, через два дня приедем, если ты здесь останешься, отрежем голову тебе, и твоим детям, и всей твоей семьей убьем. И он, говорит, собрался и уехал, но мы же не можем осуждать. Я посмотрел, я постарался переменить к себе это. Знаете, если Бог не говорил приезжать туда, то зачем туда ехать? А если Бог сказал? А если Бог сказал? Вы знаете, мусульмане не любят трусов. Мусульмане, найдите там роликов десятки, везде говорят, христиане, вы трусы, христиане, вы трусы, а мы, а мы сильнее вас, а мы умрем за свою веру. Как обидно иногда становится, что у нас сила должна быть гораздо большая. Господи, помоги исполнить волю Твою. Господи, дай увидеть, что страх разного рода, понимаем мы это или нет, за безденежие тоже страх. Служит человек, у него что-то не хватает. А вдруг я никогда не увижу этого евроремонта у себя дома? А вдруг никогда я Тойоту не куплю? К сожалению, мы можем по-разному это понимать, но вот эти тревоги, недоверие, к сожалению, оно крадет у человека те плоды, которые бы он мог принести для Господа. И я хотел бы сегодня помолиться, чтобы Бог досказал и дал уразуметь больше гораздо об этом Евангелии. Потому что это серьезная и глубокая тема. Она затрагивает все сферы нашей жизни, все сферы нашего сердца. Я хотел бы с вами помолиться, чтобы об этом мы серьезно молились, переживали, и получили откровение не от людей и не от нашего прошлого опыта, а через Святое Писание и водительство Духа Святого. Что есть христианство? Что такое Евангелие? И чего Бог ждет от меня? Или чего мне ждать от Бога? Аминь! 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 Субтитры создавал DimaTorzok